Многодетным семьям выделят по миллиону рублей. В Карачаево-Черкесии семьи с восьми детьми получат выплаты на улучшение жилищных условий. В Черкесске продолжается капитальный ремонт городского центра культурного развития. К реализации проекта строители приступили весной текущего года. Создание архивных документов, кино и фотоматериалов Второй мировой войны общественная палата провела круглый стол с участием работников музеев. Живопись, графика и декоративно-прикладное искусство для ценителей прекрасного в картинной галерее Черкеска открылась персональная выставка Амира Биджева. Здравствуйте на телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева-Черкесия в студии Дарья Тензит. Дополнительно установить единовременную выплату на улучшение жилищных условий многодетных семей, в которых 8 и более детей в размере 1 миллиона рублей. Об этом сообщил во время своего послания Народному собранию Карачаева-Черкесии глава Республики Рашид Семрезов. Президент России объявил 2024 год годом семьи. Данное решение направлено на популяризацию государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Рашид Семрезов отметил, что в Республике эта работа является приоритетной. Уже выстроена система и сформирован комплекс мер по повышению рождаемости и дополнительной поддержке семей с детьми с учетом региональной специфики. По поручению главы Карачаева-Черкесии в 2023 году увеличен размер выплат при рождении третьего ребенка с 35 до 50 тысяч рублей. Также увеличен размер регионального материнского капитала. Из сентября 2023 года введена компенсация в размере 50% от стоимости обучения детей из многодетных семей в средних специальных образованиях и по очной форме обучения. Кроме того, более 3,5 тысяч многодетных семей безвозмездно получили землю по строительству частных домов. За последние шесть лет охват семей мерами финансовой поддержки вырос в пять раз. В Черкесске продолжается капитальный ремонт городского центра культурного развития. Предполагается, что педагоги и воспитанники бывшего дворца детского творчества и художественной школы вернутся в здание уже в начале следующего года. За процессом преображения знакомого многим горожанам места наблюдал корреспондент Артур Мхце. Это здание является ровесником первого полета Юрия Гагарина в космос. Открытый 12 апреля 1961 года городской дом пионеров, а потом дворец детского творчества, давно нуждался в капитальном ремонте. И вот весной текущего года строители приступили к реализации проекта. Проводится ремонт инженерных сетей, фасада здания, кровли здания. Полный капитальный ремонт идет, то есть полным ходом. Меняются полы, отопление, окна. Будет у нас красивый симпатичный фасад в стиле... Как бы у нас это учреждение имени Гагарина носит имя нашего первого советского космонавта. Сбоку фасада мы планируем сделать фреску с его изображением. По словам подрядчиков, количество уже убранного строительного мусора исчисляется десятками груженных камазов. И работы по удалению старого деревянного настила, некоторых изношенных коммуникаций еще продолжается. Параллельно кое-где уже заметна новая электропроводка. От последствий пребывания пернатой живности избавлено пространство под крышей. Придается презентабельный вид фасаду здания. Полным ходом идет замена кровли. В относительно сжатые сроки строители должны полностью преобразить облик Центра культурного развития и художественной школы. У нас опытные подрядчики, они занимаются у нас и благоустройством города, и занимались у них. Это не первая для них работа. Предполагается, что к концу текущего года весь запланированный объем работ будет выполнен. И уже после зимних каникул педагоги и воспитанники двух учреждений дополнительного образования смогут вернуться к занятиям в стенах знакомого многим горожанам места. Артур Махцимухаммед Ташибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил, что в республике гостят студенты инновационной программы президентской академии, государственное управление и публичная политика в условиях глобальных вызовов ресурс России. Для участия в ней были отобраны лучшие из лучших победителей Олимпиад, выпускники, сдавшие ЕГЭ на самые высокие баллы и авторы интересных проектов. Рашид Тимрезов отметил, что все они уже сделали большой шаг, выбрав в качестве приоритета своей профессиональной траектории служение России, российскому народу, решение важных стратегических управленческих задач. Ректор Академии Алексей Комиссаров высоко оценил достижения региона в разных сферах. И именно наша республика стала той площадкой, на которой уже есть действующие прорывные проекты, на примере которых можно учиться, развивать свои управленческие компетенции, предлагать флагманские решения, руководствуясь свежим взглядом на управленческие практики и подходы. Перед российскими регионами, в том числе Карачаева-Черкесия, обозначены четкие стратегические цели, в основе которых лежат национальные цели развития всей страны. Ребятам предложили интерактивный формат, совмещающий теорию и практику. Они смогут погрузиться в деятельность органов исполнительной власти региона и принять участие в обсуждении новых подходов к государственному управлению территорий. Продолжаем выпуск. Вице-премьер страны Марат Хуснулин провел очередное заседание правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Зампред правительства обсудил с руководителями субъектов задачи нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который включает комплексное развитие населенных пунктов, в том числе жилищное и дорожное строительство, формирование более комфортных условий для проживания граждан. Марат Хуснулин поручил Минструю провести работу по заключению с регионами меморандумов для повышения качества среды в таких пунктах. Была обсуждена и реализация федеральных программ и нацпроектов. Так, за пять месяцев текущего года введено в эксплуатацию около 44 млн квадратных метров жилья и более 600 км дорог. Среди регионов-лидеров по выполнению показателей вице-премьер назвал Пензенскую, Нижегородскую области, Адыгею, Северную Осетию, Татарстан, Башкирию, Карачаево-Черкесию и Чеченскую республики. Создание комплекса архивных документов, кино и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне в Карачаево-Черкесии. По таким названиям Общественная палата республики провела круглый стол с участием работников музеев и других заинтересованных лиц. Подробности Оли Баташева. Шествие бессмертного полка, парады победы воодушевляют и объединяют всех россиян. Под каждым портретом ветерана своя уникальная история, достойного увековечивания и памяти предков. Но узнать ее на имеющихся в интернете ресурсах не всегда возможно. Устранить этот пробел – задача каждого гражданина страны, считают участники круглого стола. Очень много неизученного еще на руках у населения. Если по книгам памяти, допустим, мы можем определить того или другого участника Великой Отечественной войны, что он где-то погиб, большой вопрос именно по тем фронтовикам, которые вернулись и там прожили долгую счастливую жизнь, уже там покинули этот мир в современное время. Их данные, их материалы, их награды – это все хранится в семьях. И кроме того момента, когда их потомки выходят на бессмертный полк, мы о них практически ничего не знаем. Сегодня в основном рабочая встреча. Почему мы говорим о рабочей встрече? Потому что данный вопрос мы не поднимали в общественной палате, но понимаем, что это очень важно. И общественная палата Российской Федерации берет на контроль реализацию данного направления. Данные об участниках Великой Отечественной войны частично представлены в интернете, но этого недостаточно. На сегодняшний день выгрузкой архивных материалов занимается само Министерство обороны. Они содержат несколько интернет-ресурсов, таких как ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», куда они выгружают оцифрованные копии документов. Во многих из них есть учетно-послужные карточки офицеров, также наших земляков, которых мы находим. Это отсканированные документы с местами их призыва, службы и так далее. Также документы по наградам. Важно систематизировать работу всех ведомств и заинтересованных лиц для создания общей электронной базы фронтовиков-ветеранов-участников Великой Отечественной войны в Карачаево-Черкесии. Одними усилиями государственных учреждений, музеев, органов власти без участия населения республики решить эту задачу практически невозможно. Имеющиеся на руках сведения об участниках Великой Отечественной войны можно оцифровывать и выгружать на сайты. Лица Победы, Государственного историко-культурного природного заповедника имени Марии Байчоровой и другие. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия. Живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. В картино-галерее Черкесск открылась персональная выставка заслуженного работника культуры Карачаева-Черкесии, художника и мастера декоративно-прикладного искусства Амира Биджева. Ценители прекрасного могут ее посетить до 1 июля. Альбина Ламкова продолжит тему. Выставка заслуженного работника культуры Карачаева-Черкесии Амира Биджева изумляет и восхищает посетителей своим даром экспериментировать в различных направлениях. Тематика представленных работ разноплановая. Включает в себя изобразительное декоративно-прикладное искусство, живопись, графику. Также широко представлена книжная графика, деревообработка и чеканка. Амир Адам Гиревич получил образование в Сухумском художественном училище. Его дипломная работа «Триптик» занимает центральное место на выставке. Это монументальное искусство. Изначально было создано художником для большого количества людей. Поэтому воплощение этой мечты и стало началом создания этой выставки, говорит Амир Биджев. До осуществления задуманного предшествовал длинный творческий путь. Он начался в 1987 году в Доме культуры Аула Эльбурган в должности художника-постановщика. На тот момент работы возникла необходимость создания сценария для постановки спектакля. И Амир Биджев приступил к этому делу. На тему исторические, то, что важно для моего народа, мы начали писать сами вот этот сценарий. И вот так я оказался в театре. И там я стал как бы драматургом. Потому что, увлекшись этим, я выпустил 4 спектакля своих частей. 4 спектакля, которые и сценарий я написал, и декорацию, и актерская игра, и режиссерская работа. Все там совмещается все вместе. В детской художественной школе и Аула Хабез, и у себя в Инжичикуне. Еще Амир Адам Гиревич руководит направлением изобразительное и декоративно-прикладное искусство в деятельности Международного объединения Лошара. Чем бы он ни занимался, стремится к лучшему результату, считая важным возрождать и поддерживать культуру абадинского народа. Рассказывая о его культуре, истории, традициях и обычаях. Этот момент прослеживается во всех его работах, где читается душа и тепло рук мастера. На открытии выставки говорили о том, что талантливый человек талантлив во всем. Возможно, обязывает и тот факт, что юбиляр был рожден в один день с гениальным классиком, великим литературным деятелем и всенародным любимым поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным. И, видимо, это не случайно. Столько направлений, в которых он себя проявил, не каждому деятелю культуры подвластно. Театр, изобразительное искусство, живопись, проекты, которые уже сейчас стали настоящими памятниками в нашей республике. Все это плоды его труда. Для каждого народа это гордость иметь таких талантливых, многогранных представителей, отметил на открытии выставки министр культуры республики Зураба Гирбов. Впервые он познакомился с его творчеством, будучи в Москве, где Абадинский драматический театр вместе с Зурабом Биджевым представили спектакль. Я могу сказать, что это запомнилось навсегда, я уверен, всем в зале, потому что плакал весь зал. Эти нотки, которые удалось затронуть коллективу и Алину Адамгиревичу, это, я думаю, навсегда останется в памяти, но у меня точно. На выставке представлены работы за почти 40 лет творческой деятельности. Трудовой путь художника впечатляет и удивляет. Его творчество для меня не новое, я знала это все. Но сегодня, когда рассказали биографию его, оказалось, я многого не знала. Как актера я его не знала, как в издательстве он работал тоже. Такой многогранный художник, это здорово. Для моих, например, студентов это очень важно. Многое уже сделано, можно было сказать, но нет. Все только начинается, говорит о себе Амир Биджев, продолжая, что теперь будет еще с большим удовольствием развиваться, потому что совершенству нет предела, пообещав, что дальше будет еще лучше и интересней. Я написал сценарий к спектаклю «Лоу Мохаммад». Это один из выдающихся людей абазинского народа. Он уже готовый лежит, его надо воплотить. У нас был высокий абхазский гость здесь на моей выставке. Он меня пригласил выставиться в Абхазии, в Сухуми. Это и так у меня была внешняя мечта, потому что, сделав здесь отчет перед собой, я хотел бы сделать такой же отчет в Абхазии, где я обучался искусству. Альбина Ламкова, Альбина Тимирова, Олег Молхожев, Валей Байстанов, Вести Карачаева-Черкесия. С целью оздоровления летнего отдыха по приглашению главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова в республику приехали 120 ребят из Луганской народной республики. Ему от 12 до 16 лет. Все ребята были размещены в летнем лагере Жемчужина Кавказа в городе-курорте Тиберда. В летнем лагере, где проживают дети из Луганской народной республики, созданы условия для полноценного отдыха и досуга. Гостей региона ждет насыщенная программа. Увлекательные экскурсии, посещение достопримечательностей Карачаева-Черкесии, в процессе которых ребята познакомятся с культурой, искусством, кухней народов, населяющих нашу республику. Ребята находят в себе новых друзей. Далее в нашей программе интервью с заслуженным деятелем культуры Карачаева-Черкесии Амиром Биджевым. С ним встретилась наш корреспондент Белла Джозаева. А я с вами прощаюсь. Здравствуйте, Амир. И благодарю вас за то, что вы нашли время и сегодня являетесь гостем нашей программы. Я сразу хочу поздравить вас с вашим юбилеем 60-летним прекрасным. И, конечно, сразу также хочу поздравить вас с открытием вашей первой персональной выставки. Это значительное, хорошее, важное для вас событие, я знаю. Мой первый вопрос будет о том, насколько вы можете в себе сочетать все свои ипостаси. Их так много у вас. Вы и художник профессиональный, вы и педагог, вы и театральный деятель, вы и актер, вы и хореограф. Вы можете определить что-то для вас, что наиболее важно из всего этого? Что для меня главнее из всех этих профессий? Они настолько переплетаются между собой в моей жизни, что где-то провести четкую грань одной профессии, а другой отделять у меня как-то не получается. Потому что рисовать я начал с детства. Это у нас семейная традиция от отца, перенятая. Рисовал я в школе, поступил в художественную школу. Ну и заодно мы танцевали в детстве. Мы ходили на кружки и весьма успешно. Мы представляли республику даже тогда у нас Ставропольский край был. На Ставропольском крае, на таком уровне. Ну а когда у нас восьмилетняя школа была в Ауле, когда я закончил его, я поступил в то, что, как говорили мои одноклассники, что я хорошо рисую, я пошел, решил пойти художником. И поступил в Ставропольское художественное училище, ремесленное. Амир, если говорить о вашей выставке, возвращаясь к этой теме, значимой для вас, я хочу у вас спросить, помимо того, что вы выставили свой вот этот известный трептих, помимо того, что там было изобразительное искусство, насколько я понимаю, там были работы и декоративно-прикладного жанра. То есть вы выставили разнообразные работы? Да, в разных жанрах. Декоративно-прикладное искусство я владел именно в первом училище, которое я закончил в Старополе, то, о чем я говорил ранее. Нас учили на художника-оформителя. Там учили нас резьбе по дереву, чеканке и мерьмёслом таким, прикладным. А потом я поступил в Сухуцкое художественное училище. Я хотел быть станковистом, который пишет картины. Картины классические, как в нашем понимании. И после окончания, после службы в редакции Советской Армии, я по возвращению поступаю в Сухумское художественное училище и заканчиваю там педагогическое отделение. После я завершал свое обучение в Карачаевском педагогическом университете имени Мамара Лиева на фотографии. И моя окончательная профессия, диплом, который я имею официально государственный, это художник-педагог изобразительного искусства. На моей выставке, на выставке, выставка как получилась? Когда я закончил Сухумское художественное училище, у меня была дипломная работа «Триптик Аббатский», который я мечтал всю жизнь воплотить в реальность. Это монументальная роспись, где должна была изображаться вот она, эскиз. Он должен был быть перенесен на масштабную поверхность. Монументальное искусство – это оформление фасадов, зданий, общественных мест, которые вот своей пропагандической функции воспитывают, в общем, доносят информацию до зрителя. И вот эта мечта, неосуществившаяся воплощением вот этого дипломного, дипломной работы, я не решился ни разу сделать свою выставку до этого, потому что я был занят театром, я был занят другими делами, а в своей прямой профессии рисовать на холстах у меня не хватало времени. И я откладывал свои работы на потом, на потом, и вот накопившиеся работы. И когда мне уже, я достиг рубежа того, что 60-летие свое, и как-то это уже выход на пенсию, это как раньше было, да, я хотел себе сделать такой творческий отчет, что я сделал за свою жизнь. Взял, собрал все свои работы, оказалось, я даже сам удивился, что их слишком так много оказалось, потому что у меня два зала даже не хватило. Некоторые работы остались в запаснике, мы так их не выставили. И вот эти работы, которые я делал во время занятий с детьми в школе, это и акварель, и графика, и станковая живопись, и декоративно-прикладное искусство, которое я участвовал во всех выставках, которые мы делали с детства, я делал с братьями. Там много работ моих братьев, которые я довершал их. Они заготовку делали мне, особенно старший брат, я его вырезал, что-то изменял, придавал ему дизайнерскую форму, облагораживал его и выставлял на выставках. И вот то, что у меня все это накопилось, чеканку я делал, много чеканок, все это я собрал воедино, и у меня получилось 116 работ, вот как там посчитали в зале, вот столько работ. Но главная там, самая главная работа – это триптих, который я наконец-таки воплотил, ну в таком плане, как его воплотил. Я все-таки не нарисовал его на стене, а нарисовал на масштабных холстах. Триптих, он имеет размером 3,60 в ширину и высоту 1,60. Вот эти три полотна, которые я назвал «Абазги» и поразило всех зрителей своей тематикой, национальной тематикой, где именно то, что в студенчестве я задумал, вот оно сейчас через столько лет, через 40 лет, оно воплотилось в жизнь и вот радует зрителя и меня, и других, и я этим очень доволен. Амир, я знаю, что танцами вы занимались с самого раннего детства, с самой ранней юности, если уже переходить на хореографию. Я хочу вас спросить, почему вы не сделали танцы своей основной профессией? Хореография в моей жизни имела значительно достаточно… Самое эмоциональное место – это в юности. Когда в детстве мы танцевали в кружке, и очень успешно танцевали, мы одним классом, все мальчики одного класса создали такой… Над нами работал преподаватель, создал такой ансамбль, который мы танцевали 8 лет. И так сплотился, и так мы наловчились, что после окончания школы, после окончания училища я свободно и спокойно мог участвовать в народном ансамбле «Адиюг» именно по тем знаниям и по тем навыкам, что абсолютно меня ставило на одно место с профессионалами, которые имели уже профессиональное образование в хореографии. Но время идет, организм стареет, хореография – это у них, к сожалению, короткая жизнь. Ну, бывает, кто танцует до самой пенсии. Ну, у меня была другая профессия – изобразительное искусство. Наверное, вообще несправедливо будет обходить стороной вашу театральную деятельность, потому что она тоже занимает громадное место в вашей жизни. Вы, помимо того, что актер, вы и сценарист. Мне бы хотелось узнать, как вот это увлечение началось театром? В театр я пришел художником-постановщиком, в народный театр. Но так как у нас не было сценария, нам катастрофически не хватало сценарий на родном языке, нам приходилось создавать свои сценки. У нас был ежегодный конкурс защиты театра, звание народного. И к этому времени мы должны были ставить новый спектакль. И вот это условие явилось толчком для того, чтобы я занялся драматургией. Первый свой спектакль я написал «Дорога в ад». Она была очень успешна. И там я понял, именно возможности театра во многом преобладают над возможностью изобразительного искусства. Потому что там и синтез всех этих искусств, и хореографии изобразительного искусства, и актерского мастерства, и режиссерского, и цвет, и свет. Там очень много колоритов, костюм. Это все многое решает. И это очень настолько интересно, настолько увлекательно, что я с головой погрузился в этот театр. Начали мы играть в народном театре. И на основе нашего народного театра открыли государственный абазинский театр. Мы уже стали профессионалами в своем творческом развитии. Мы столько спектаклей ставили. С нами работали лучшие педагоги, скажем, в своей жизни. Это как появляются свои школы, своеобразная школа. Это не от того, что мы не закончили ЕТИЦ или какой-нибудь другой институт. Мы учились в жизни. Школа у нас была очень сильная и очень хорошая. И поэтому на основе народного театра, когда открыли государственный театр, я там проработал 7 лет и исполнял все главные роли. И, кстати, первый, кто вышел на сцену, это я везде говорю, всем говорю. Это как космонавт Юрий Гагарин, который первый взлетел в космос. Я первый вышел в открытие государственного абазинского театра. С моей мизансцены начинается сам вообще театр. И этим я очень горжусь и везде говорю об этом. Амир, из нашего разговора я поняла, я и раньше это знала, что вы очень многогранная личность. Что в себе вы считаете особенным? Особенность... Особенно ничего нет. Особенно это в художнике, это умение удивляться. Удивляться красоте нашего мира. Удивляться другим работам, которые делают другие художники. Ну, художник в большом понятии. Это и актеры, и хореографы, и музыканты. Я никогда мимо не прохожу, мимо профессиональной работы. Я всегда заглядываюсь. Вот я работаю в школе преподавателем. Ко мне приходят дети с первого класса, и они занимаются до 10-го, до 11-го класса. Вот с первого по четвертый, по пятый класс. Они занимаются такие большие художники. А потом это дело бросают, и обычными людьми становятся. Вот творчество в их жизни уходит на совсем. Вот что обидно. Пикассо говорил в свое время. Я в 17 лет научился рисовать, как Микеланджело. И всю оставшуюся жизнь учился рисовать, чтобы быть похожим на ребенка. Вот его видение, вот эта его наивность. А это большие художники. Вот это вырождается в человеке. Вот что обидно. Он перестает удивляться, он перестает восхищаться красотой вокруг себя. Замечать это, подчеркивать это. Ну что же, я благодарю вас за участие в нашей программе. Еще раз с юбилеем, еще раз с выставкой. И я уверена в том, что вы никогда не потеряете эту способность видеть красоту. Спасибо вам. Творческих успехов.